Всем доброе утро! В прошлом видео мы рассматривали с вами биткоин. Я показывал вам линии, которые на данный момент имеют важные значения. Также помните, что вся информация, материалы, прогнозы, предоставленные на канале, носят исключительно информационный характер. Мое мнение может не совпадать с вашими, это нормально. Проводите собственные исследования и вся ответственность за ваши финансы, деньги лежит только на вас. Заходить в сделку или не заходить, это лично ваше личное мнение, желание. От себя могу добавить, как обычно, что рынок на сегодняшний момент очень хаотичный. Он и раньше был не очень простой. Но для новичка потерять в этих непонятных волнах можно очень легко, особенно на фьючерсах. Поэтому на фьючерсы заходить не стоит. Итак, что по биткоину. Мы пробили треугольник и вышли на уровень 41 800 долларов. Я выделил эту зону, потому что здесь находятся объемы, как вы видите. И для того, чтобы пойти выше на уровень 44 000, нам нужно выйти и зафиксироваться в этом уровне. Локально я вам говорил и рисовал стрелочки, что цена отсюда пойдет вниз. И мы, в принципе, как я и сказал, откатились на 2,28%. Что может быть сейчас? Если посмотреть на ордера, которые стоят, большие ордера китов, их аппетиты, 313 биткоинов находится на уровне 39 500. 39 500 – это уровень возле скопления большого количества покупок и продаж, где находится локальное сопротивление. Сопротивление находится на уровне 39 000. Ставка ордер находится на 39 500 вот здесь. Есть высока вероятность, конечно, спуститься к этому значению, но насколько этот уровень будет защищен, мы посмотрим далее. 41 500 – следующий такой небольшой блок. Я думаю, что 41 500 мы сможем съесть, скажем так, и может даже дойти до 42 000. 42 000 у нас стоит 227 биткоинов. И серьезный блок потом на 42 500 и 43 000. 42 500 и 43 000. Мы понемногу сужаемся. И будет, скорее всего, выход из треугольника. И мы посмотрим, куда этот будет выход. Чем ближе треугольник будет сужаться к этому значению, тем легче нам будет определить. Я не отрицаю, что мы, возможно, можем пробить вот эту линию, как и здесь пробивали, пробить эту линию. И как бы будет ложный пробой и пойти дальше вверх. На сейчас час, два, три, четыре, пять часов мы можем прийти к 41 300, сделать двойную вершину, да, и, возможно, еще раз спуститься к значению 40 000. Поэтому те, кто торгует на фьючерсах, они должны видеть это все индикаторы, паттерны, должны видеть сразу, потому что торговать не получится. Всем остальным, которые торгуют по стратегии докупания, когда цена проседает, они докупают на небольшие суммы, в таком случае есть шансы заработать. В любом случае, я еще жду какой-то откат. Может быть, он будет отсюда, и мы пойдем сюда вниз. Либо, может быть, отсюда и пойдем немного в таком траектории, который я описал. И нужно удержаться на 38 000. Это что касается сегодня-завтра. Также многие не понимают, что движение биткоина является основополагающим для других криптовалют. Например, если мы откроем эфир, то вы можете заметить… Давайте 4 часа откроем. Берем индикаторы. Вот я ввожу по биткоину, да, и с правой стороны у нас тоже отображаются временные интервалы. Вот биткоин упал и упал эфир. Тут у нас проторговка такая же, как и у эфира. Потом рост. И падение биткоина, вот, и падение эфира. Да, видите. Дальше. Рост биткоина, смотрите. Что это значит? Это значит, что рост на 14% биткоина в этом уровне и рост на 13,29 эфира. Потому что уже давно мы выявили эту закономерность, что за биткоином идет практически весь рынок. Есть, конечно, криптовалюты, которые пампятся, и они, вопреки падению биткоина, растут. Поэтому те, кто этого не знали, как раз и должны читать книги, развиваться и больше практиковаться для того, чтобы обучиться, а не для того, чтобы заработать деньги. Поэтому по эфиру вы можете тоже нарисовать вот такие линии. Первая, вторая, можно уже рисовать. То есть эфир может возвращаться к этому значению на 2,2600 на уровень. И у нас идет сопротивление. То есть вот это сопротивление. Эти линии работают. То есть я провел первая точка, вторая точка. Здесь такой, ну, не сказать ложный пробой, но вы видите, здесь он коснулся. Теперь может пойти вниз, на середину и пробой вверх. То есть таким образом может быть раз, два выхода. Поэтому всегда ставьте за целью научиться. Но поверьте, многие, кто торгует на рынке, они могут за буквально пару дней слить то, что зарабатывали несколько лет. Одним неправильным просто действием. Поэтому ваши аппетиты растут. И я понимаю психологию рынка, понимаю психологию людей. Они думают, если они заработали тысячу, две тысячи, десять тысяч долларов, они могут заработать сто, миллион и так далее. Поэтому остановиться вам очень тяжело. И это абсолютно нормальное явление для человека. и тут начинаются приколы. Поэтому глобально свое видение я вам говорил. У нас есть ключевая, скажем так, зона на уровне 34-33. Что-либо пойдет, если пойдет не так, то мы можем прийти в эту зону. Вы знаете, что сейчас теханализ, если мы рисуем, примерно понимаем, но любые нестабильные ситуации в мире могут очень сильно действовать на биткоин. Но я думаю, что в будущем биткоин будет очень хорошо расти, когда уже придут к пониманию и общему решению проблемы. Итак, эту стрелочку я уберу. Мы пошли по этому пути. Сейчас главное нам остаться при коррекции не ниже, чем 38 тысяч и пойти по этой стрелочке вверх. На сегодня ожидаемая волатильность по биткоину максимум 43.175 и минимум 38.660. То есть вот эти уровни 38.660 43.175 Волатильность может быть 5%. Вчера волатильность у нас была 2.36 Объемы торгов намного меньше, чем было 16.00 Открытие сегодняшнего дня было 40.917 По XRP Ripple ожидаемая волатильность 0.84 и минимум 0.74 На графике это выглядит так. Волатильность 6.45 по эфиру ожидаемая волатильность 2.973 максимум и минимум 2.650 Открытие текущего дня 2.800 Также объем торгов по эфиру вчера был половину меньше, чем прошлый день Волатильность была 3.26 изменение цены 1.37 Если вы хотите такой же программой приложением пользоваться все полезные приложения находятся внизу по ссылке в описании Переходите регистрируйтесь для вас есть специальные предложения можно бесплатно пользоваться а также не забывайте что первое что вы должны для себя поставить это научиться Всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь Всем пока